Про попытку срыва сессии частью депутатов Нерубайского сельсовета, о мусоре и все в рамках закона. Это новый выпуск Печеных фактов. Здравствуйте! Вначале хочу сказать слова благодарности председателю Нерубайского сельсовета Олегу Григорьевичу Мишагли. Спасибо. Спасибо за то, что смотрите Печеные факты. Спасибо за то, что в своем плотном графике таки нашли возможность записать видеообращение. Надеюсь, это будет не единственный канал коммуникации. А далее, по сути, с фактами. Не переключайте. Вы знаете, что последнюю сессию Нерубайской сельской ради покинуло 7 депутатов. Мотивовали они это все таким, я считаю, некоректным и незаконным проханием. Они вернулись до этого Нерубайской сельской ради, чтобы провести заседание сессии Нерубайской сельской ради в доме Печеных. Ну, положим, не 7 депутатов, а 8. И не просто депутатов, а официально зарегистрированная, межфракционная депутатская группа развития в полном составе. А что касательно незаконностей, так у нас неудобные для председателя депутатские обращения. Они, в принципе, остаются без внимания. Законно ли это? Да и, в принципе, председатель немножко лукавит. Потому как это депутатское обращение было написано после того, когда на двух сессиях от большого количества посетителей и гостей, включая депутатов, двое наших коллег теряло сознание. Это главное. Главное, что у нас в сессивной зале вмонтована система Рада. И ведется поименное голосование. И после каждой сессии мы протокол голосования и результаты отправляемо до центральных органов владицы. Это очень серьезный и ответственный период. Например, приведу такой пример. Где вы видели, чтобы когда-то депутаты Верховной Рады или областной Рады проводили заседанные сессии, например, в кинотеатрах или где-то в парках. Это незаконно. Опять, Олег Григорьевич, неувязочка. Вмонтированная система Рада – это специальная программа, установленная на ноутбук, который подключен к телевизору. А нашим коллегам из Верховной Рады или облсовета, как вы видите, кинотеатры не нужны. С комфортом у них все в порядке. В Нерубайском же сельсовете все несколько по-другому. Но, дорогие жители, все это был, как говорят, димовая зависимость. Главное, что каждый, не каждый, а несколько депутатов, которые вошли, они, прямо скажу, переследуют особистий, коммерцийный, не побоюсь этого слова, интерес. И до тех депутатов, которые остались, и до меня лично, был такой меседж, что если вы не даете нам то, что мы хотим, мы встанем и покинем сессию. И так и произошло. Ну, а после такой информации, либо мы его поведем в светлое будущее, либо он нас к прокурору. А пока Олег Григорьевич будет выбирать путь, мы решили взять комментарии у главы комиссии по законности и регламенту Нерубайского сельсовета Виталия Групника. Всем привет. По поводу законности и незаконности проведения внеочередной девятой сессии, которая состоялась 25.05. Итак, по поводу законности. Сессия должна была состояться согласно регламенту в сельском совете. Но с учетом того, как было уже сказано, депутатская группа предложила провести сессию, что является также законом, согласно закону о местовом самовредовании в Украине, в другом помещении, так как некоторые наши депутаты и коллеги теряли сознание. Статья 46 закона о местовом самовредовании, пункт 10, если не ошибаюсь, говорит о том, что сессия созывается путем принятия решения главы сельского совета и где указывается место проведения. На что мы и писали в своем обращении. Скажу за свою комиссию, которая неоднократно заседала и принимала соответствующие решения, изменения в проекты решения, на которые не оставлялись без внимания. То есть проекты наши не вносились и не корректировались. Это первое. Дальше. Часть депутатских обращений, которые мы писали, она также стала без внимания. Очередное, которое обращение мы написали по поводу переноса сессии в другое помещение, которое мы уже знаем, что оно было законным, согласно закону промиссового совета, также самое осталось без внимания. Поэтому депутатская группа приняла решение уйти, не то, что она не хотела принимать те нормативные акты или те решения, а просто из-за того, чтобы нас, скажем так, услышали. Я хочу это вопрос закончить такой, знаете, нотой. У нас был второй президент Леонид Данилович Кучма. И он сказал такую фразу, что украинцы должны научиться читать помещение. Поэтому я обратюсь к вам, шановные жители нашей объединенной территориальной громады, будьте внимательны. Если кто-то в социальных сетях ведет такую ризкую пиар-кампанию, какие-то выступы, какие-то звернения, за этим не всегда стоит правда. Поверьте мне. Одним словом, депутаты пишут незаконные депутатские обращения, предлагают незаконные акты, «А у нас все по закону, по годжевальной рады нет. Ни одного заседания комиссии социально-экономического развития, да и, собственно, самого проекта социально-экономического развития громады нет». Ну и хотелось бы поддержать традицию, заложенную Олегом Григорьевичем. Великие цитаты. Как сказал дедушка Ленин, жить в обществе и быть свободным от общества невозможно. Вот так и получилось, что проект «Печеные факты» стал единственным инструментом, который хоть как-то будет предполагать, думать о созидании. И напоследок, как с такими мудрыми людьми, как мы, получается такой многострадальный народ, как наш.